МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА Собственно, для Приднестровья идея не НАВА. В 2006-м на референдуме в республике за присоединение к России проголосовали 97 с лишним процентов избирателей. Лично для меня лучше остаться с Россией. А почему? Ну, потому что мне это ближе, например. Потому что я родился в России, я разговариваю на русском языке. Из полумиллиона жителей республики российские паспорта есть у 200 тысяч. В том числе и у обеих Людмил. МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА В России материально осязаемо здесь размещены 1200 российских военных, остаток миротворческого контингента, который был введен в регион в 92-м во время вооруженной фазы Приднестровского конфликта. Отголоски самоопределения и войны – это еще и разрушенная экономика. Вот это бывший консервный завод. Здесь работали когда-то 3000 человек. Тогда многие работники уехали за границу. Кто куда? В Италию, Румынию, кто-то даже в США. Большинство же осели в России и Украине. У многих местных там родственники, друзья. Вот они и уехали. Примерно 50 тысяч преднестровцев сегодня живут и работают за границей. Региону срочно нужна программа экономической реабилитации. Нужны инвесторы, но кто захочет иметь дело с непризнанным государством. Закрытие предприятия – это всегда трагедия. Трагедией, безусловно, стала экономическая деградация республики в целом, которая началась после войны. Это предприятие на той же самой волне и закрылось. Алексей приглашает домой. Здесь свое мини-производство – скот и огород. Алексей участвовал в преднестровском конфликте. Боролся за сохранение территории в составе Молдавии. Он считает, что ориентироваться региону нужно на Европу. Я бы хотел, чтобы мои внуки были свободны, могли ездить, как это давным-давно уже происходит в Европе. Я бы хотел, чтобы для них в Европе нашлось место. В Террасполе пристально следят за событиями в соседней Украине. В апреле, вскоре после крымского референдума, Верховный Совет Приднестровья обратился к России с просьбой о признании республики в качестве суверенного независимого государства. В мае в республике были собраны подписи без малого 200 тысяч приднестровцев с просьбой о приеме в состав России. Мы считаем, что воля народа является превыше того принципа незыблемости границ, который был провозглашен еще в 1975 году в Хельсинки. Мы еще раз повторяю, что несмотря на наши пожелания, нашу цель мы хотим достигать только мирными путями и мирными инструментами. Ни в коем случае мы не хотим, боже упаси, никакого насилия. Приднестровцы кто они? Молдаване, русские, украинцы, объединенные небольшой территорией? Или же народ осознает себя нацией? Этот фольклорный ансамбль занимается восстановлением традиционных для региона песен, танцев. Руководитель ансамбля говорит о культурной близости в Приднестровцах к Молдавии. Музыка, мелодика наших песен очень близки к молдавским музыкальным традициям. Ансамбль Бьорика известен далеко за пределами Приднестровья. Чтобы выехать из непризнанной республики, нужен хоть какой-нибудь паспорт. В ходу украинские, российские, молдавские. Хореограф Борис считает, что Приднестровье искусственное образование. Да нет никаких границ, их возвели искусственно. Но мы один народ. Здесь, в Приднестровье, танцуют те же танцы, что в Молдавии, и поют те же песни, что в Молдавии и Румынии. Мы один народ. Бизнес, культурные связи, спорт, да просто путешествие. Когда республика не имеет четкого статуса, то все становится сложнее. Компания «Шериф» управляет в Приднестровье всем, чем можно. На ее балансе автозаправки, супермаркеты, издательства и футбольная команда. Вратарь Дмитрий Стажило считает, что Приднестровье по пути с Россией. И его команде тоже. Я думаю, что мы бы тоже удачно выступали в Российской премьер-лиге, если бы вышли. Может быть, первый год был бы не настолько успешным, потому что это был бы для нас первый раз. И пришлось бы немного привыкнуть к уровню чемпионата. Но в последующие годы, я думаю, что мы бы, скажем так, стали хорошей конкуренцией топ-командам Российской премьер-лиги. В Министерстве иностранных дел Приднестровья принимают представители ОБСЕ. Стороны готовятся возобновить в июне переговоры по урегулированию Приднестровского конфликта. Глава дипломатии непризнанной республики говорит, что для Приднестровья вектор определен. Это участие в создаваемом Евразийском экономическом союзе. То есть вместе с Россией, а не с Молдавией. Которая готовится к подписанию соглашения о свободной торговле с ЕС. Новый режим Европейского союза и Молдовы в среднесрочной перспективе выразится в том, что спад нашего производства составит 60%. Крупные ставки и значительные риски. Если Молдавия подпишет соглашение с Евросоюзом, Приднестровские экономические агенты могут лишиться европейских рынков сбыта. Куда сегодня идет три четверти экспорта из самопровозглашенной республики. Сегодня товарный дефицит Приднестровья – миллиард долларов. Этот дефицит покрывается за счет субсидий из России. Как вы понимаете, субсидируемая экономика – это неустойчивая экономика. Итак, на чем поле играть? Вопрос, который решается даже на уровне местных школ. Учебное заведение, где преподавание ведется на Молдавском, датируется из Кишинева. Преподаватели утверждают, что испытывают давление и враждебность со стороны властей. Вплоть до блокирования зарплат учителям. Нас преследуют, а все потому, что Молдавия хочет подписать соглашение об ассоциации с ЕС. В Кишиневе правозащитники из группы «Пром и Лекс» работают над досье семьи Виталия Еременко. Этот молдавский гражданин, владелец нескольких предприятий в Приднестровье, с 2011-го находится под арестом. Сестра Виталия утверждает, брат признал себя виновным в мошенничестве под давлением приднестровских властей. Дело Виталия Еременко передано в Европейский суд по правам человека. Ему угрожали расправой, смертью. Виталию устроили инсценировку, вывезли на берег Днестра и заставили рыть себе могилу. Ему стреляли под ноги над головой, чтобы как следует напугать. Это далеко не единственный иск, касающийся непризнанного региона, которому, чтобы выжить, необходимы и статус, и реформы.